Здравствуйте! Заска Сашвили, Международная кулинарная школа. Сегодня, наконец-то, мы будем готовить настоящее грузинское блюдо – баклажаны с орехами. А Стефан будет учиться, и мне он поможет, как сделать новую подачу. Может, с французским вкусом, может, вообще азиатским. Об этом мы подумаем вместе и решим. Да, Стефан. Мы берем баклажаны. И на баклажаны мы должны его нарезать на полсантиметра слайсером. А если у вас дома нету слайсера, то не проблема. Можно нарезать руками, Стефаном делает так. Чуть-чуть потолще, потому что, если они будут очень тонкими, во время прозарки они не будут хорошо держаться. У нас одна задача – зажарить его в масле, чтобы она получила красивый золотистый цвет, а с другой стороны – подготовленный фарш. Прожаривать можно. Можно прожарить его на оливковом масле или же на любом. Можно и подсолнечное масло. Вот у нас красивый розовый цвет. Иногда, если баклажаны, они немолодые, то их нужно засолить, чтобы отобрать от него терпкости. Но у нас сегодня, я нашел на рынке очень нормальные баклажаны, молодые. Каждый раз мы кладем баклажаны, каждый раз перекрываем бумажкой, чтобы отобрать жир. Можно еще в духовке сделать, можно фритюри закинуть, то есть разное. Можно сделать диетическую версию, просто сварить баклажаны или на пару сделать баклажаны. Вот тогда у нас не получится такая презентация, она получится как пюре или как в более таком, другом состоянии. Но тоже интересный вкус. Еще минутку. И ставим на охлаждение. Сейчас мы приступаем к самому главному моменту – ореховому фаршу. Этот ореховый фарш вы можете заготовить и держать, и использовать не только с баклажанами, а всеми овощами, которые возможно сделать. Также просто нарезать помидоры и перемешать с помидорами, со свежими, или сварить шпинат, или даже листья стеклы. Так что сейчас мы берем для фарша лук. То есть мы будем брать 250 граммов орехов, одну головку красного лука. Используем или белый, или красный лук. Почему? Потому что мы их не будем термически обрабатывать, и чтобы у него вкус был бы очень такой приятный и не агрессивный. Мы сейчас, Стефана, пронесем орехи. И 100 граммов кинзы. Мы тоже сюда. Вот и у нас мы прокрутили через мясорубку грецкие орехи, 250 граммов лук и 100 граммов кинзы. Мы в фарчик добавляем 2 граммов кинзы сухой. Еще мы добавим соль. Мы не будем добавлять красный перец. Мы добавим черного перца. И мы еще добавим уксуса. 30 миллилитров уксуса. И мы перемешиваем все это в фарш. У нас вот фаршик готов. Осталось тут добавить зерна гранаты. Таким образом быстро очищается гранат. Поэтому мы его режем таким образом. Можно использовать гранаты более насыщенным цветом, но сегодня мне по вкусу эти подошли больше. Они должны быть не очень сладкими, а более кислыми. И у нас наш фарш готов. И сейчас мы сделаем помидоровый соус отдельно. Помидоры бланшируем, обнимаем кожу от помидоров, потому что, как вы знаете, кожа, она поднимает кислотность. И лучше помидоровую кожу не есть. Делаем пюре из помидоров. Берем красный перец, кинзу, соль и чуть-чуть помидоров. Значит, у нас что получается сейчас? Острая смесь. У нас помидоровый фреш. Так, чтобы насыщить вкусом бальзамический соус, добавим помидоровый фреш. То есть, с то делом, мы берем баклажан и заворачиваем. Мы соус в маленькую ячейку положим на тарелку. У нас просто есть такая соусная сама, маленькая оливковая ячейка. Вот сейчас бальзамический соус положим, так, линейку маленькую. Еще чуть-чуть добавим для регуляции гранат, жирно-гранатов. Сейчас мы положили слоями. Стефана, ты научился делать баклажаны орехами. Я думаю, что наши телезрители тоже научились и могут это повторить. А я благодарю тебе за твою идею. Я был уверен, что ты сможешь представить мне что-то новое. И меня ты удивил. Мильфей, то есть, наполеон, да? Ничего себе такой. Баклажаны с орехами. Он французская презентация и азиатская презентация. Просто мы сделали грузинские баклажаны мировые. Подписываясь на наш YouTube-канал и в Международной кулинарной школе вы увидите много новшеств, много новых рецептов и много новых идей подачи. Спасибо, Стефан. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok